Сегодня у меня на связи политический обозреватель, юрист Юрий Шлифов. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер, Татьяна, и мое традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. А сейчас самая горячая тема – продолжение выдачи помощи из Америки и стран Запада. Вот вроде бы что-то там застопорилось, вроде бы американцы не включили помощи в бюджет. Что вот вы скажете по этому поводу? Я постараюсь эту проблему охарактеризовать с той стороны, скажем так, с ее внешней стороны, с которой, к сожалению, не охарактеризуют другие спикеры. Понятно, очевидно, это внутреполитическая борьба в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, которая имеет место быть традиционно. Демократы, республиканцы соревнуются именно о своих приоритетах за те или иные законопроекты, которые там сейчас принимаются и рассматриваются. Ну, почему так получилось, что идет откровенная спекуляция между демократами и республиканцами по поводу принятия закона о выделении Украине помощи в размере еще 175 миллионов долларов. Я сейчас вам ее расскажу, я характеризую. Ну, первое, это, конечно же, все-таки сама позиция администрации действующего президента США Джо Байдена по отношению к войне Москвы против Украины, а также против коллективного Запада и в том числе Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что если бы Соединенные Штаты Америки еще, наверное, в 2014 году, когда Москва аннексировала Крым и город Севастополь оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей на Донбассе, украинской территории, ну, нужно было, с учетом развязанных Москвой вооруженных конфликтов, как это я в своих работах, в статьях, публикациях, интервью об этом говорил, против Чеченской республики Ичкерия, Грузии, Украины, потом у Сирии возникло, Молдовы еще. И, опять-таки, учитывая уровень пропаганды, пропаганды Москвы, агрессора против Соединенных Штатов Америки, станков коллективного Запада, соответственно, по экономическую экспансию, шпионаж, подрывные активные мероприятия, которые Москва проводила со стороны коллективного Запада, по совокупности, принять, ну, это нужно было еще, конечно, не идея, о чем президент, а именно об Обаме, при нем все это дело началось, принять резолюцию Парламента Соединенных Штатов Америки о том, что 20 февраля 2017 года Москва ведет против стран коллективного Запада, Украины и Соединенных Штатов Америки, в том числе, Четвертую мировую гибридную войну, как акт геополитического реваншизма и исторического экспансионизма за поражение бывшего СССР в Третьей мировой холодной войне. Все, я думаю, вопросы бы тут отпали. И дальше. Соединенные Штаты Америки до сих пор, сколько уже меняется администрации, прошла Обамовская администрация, Трамповская, сейчас Байденовская, которая уходит. И я так как полагаю, что нынешней администрации мало шансов, что президент Соединенных Штатов Америки, где еще президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден оставим на вторую сферу. Не должны были объявить Россию государством спонсором террористов, как минимум. Для чего? Это, опять-таки, важно для того, чтобы показать свою позицию на международном уровне, назвать вещи своими именами и, соответственно, заложить основу для введения против России двойных санкций. Чего, собственно говоря, не было сделано. Дальше. Отделяем и резолюциями. Парламент Соединенных Штатов Америки должен, на мой взгляд, это все-таки обязанность парламента, признать не только Россию как государство спонсора терроризма, потому что такая опция имеется, кстати, у ГАЗДИ после Соединенных Штатов Америки. И здесь вопрос о признании России государством спонсором терроризма решается без участия законодательного собра. Исключительно администрации Белого Украины. Поэтому нужно было уже парламенту Соединенных Штатов Америки признать Россию, потому что такой опции нету сил законодательства США, но тем не менее она существует у парламент. Парламенту Соединенных Штатов Америки признать Россию государством террористическим, а путинский режим террористической несменяемой диктатуры, я думаю, это так. для того, чтобы окончательно отбить всякую там легитимность, ну и приостановить уже в дальнейшем на основе данных резолюций дипломатические отношения с Москвой. Возможно, консульские отношения оставить, потому что разрыв дипломатических отношений, либо их приостановление, прекращение, оно не означает, что мы приостановили консульские отношения, но вот, тем не менее, нужно было поступать именно таким образом. И тогда, если бы все это было сделано в Соединенных Штатах Америки, принято, вещи были бы названы своими именами. Ну тогда, конечно же, и республиканцы, и демократы уже давным-давно бы проголосовали и утвердили бы эти бедные несчастные для Украины 175 миллионов долларов. Ну, понятно, что для Соединенных Штатов Америки это сумма откровенно незначительная, но она значительная для Украины. И важно понимать, что Украина обеспечивается сейчас и выживает исключительно за счет, ну в основном, в основном исключительно за счет помощи, военной помощи, которую оказывает ей Соединенные Штаты Америки. Потому что военная помощь Соединенных Штатов Америки это жизнь и моя, в том числе, и в первую очередь, и всех остальных граждан Украины. Вот сейчас буквально от помощи со стороны Соединенных Штатов Америки в прямом смысле, я говорю абсолютно серьезно, зависит и моя жизнь, и жизнь миллионов граждан Украины. Потому что нас, конечно же, защищают наши доблестные вооруженные силы Украины. Вчера у них был профессиональный праздник 6 декабря, и я позже с помощью поздравляю наши доблестные вооруженные силы Украины с днем ВСУ. Они нас, конечно же, защищают в основном преимущественно теми вооружениями, которые поставляются в Украину из Соединенных Штатов Америки по программе Presidential Job Down Assurity. Это президентская программа, можно ее назвать так, это как некий квази-лэнд-лиз, когда президент сам по своему усмотрению, исходя из выделенных бюджетных средств, по согласованию с Пентагоном и начальникам объединенных штабов, выделяет Украине военную помощь. Да, это действительно еще рпатно рекомендуем вази-лэнд-линдексов. Но почему этого не было сделано, то, что я сказал, то есть Россия не была названа изначально агрессором. Хотя стоит отметить, что в 2017 году во время направления президента США Дональда Трампа был принят закон о врагах Америки, где Россия наравне с Северной Кореей, Сирией и Ираном названа врагом Америки. Правильно? Да. Абсолютно. Но дальше за этим никаких мер последует, потому что, например, иранские режимы, северокорейские, сирийские, они абсолютно обоснованы государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, признаны режимами, государствами, спонсорами терроризма. Россия, еще и повторюсь, для наших зрителей и слушателей это важно, узнать такую информацию, Россия не признана государством способом терроризма. Россия не признана террористическим государством. Российский режим не признан террористическим режимом. И российский режим не признан, опять-таки, несменяемый диктат. Вот если бы... А, и не объявлено еще, точнее, не признанно резолюциями Соединенных Штатов Америки, либо другими парламентами западных стран, опять же, что важно, о том, что Москва с 20 февраля 2014 года ведет против коллективного Запада четвертую мировую гибридную вальню. Если бы вот такой комплекс политико-правовых мер был бы реализован, то, поверьте, еще раз повторяю, я говорю откровенно, являюсь в полную ответственность, никаких баколебаний по поводу подтверждения бюджета Украины, никаких спекуляций по поводу того, давайте вы сначала проголосуйте за границу, за создание, возведение стены со стороны Мексики на границе Соединенных Штатов Америки, а потом вот мы там голосуем за деление дополнительных средств на оборону Украины, конечно же, еще раз повторяю, такого бы просто не было. И вот в этой связи, я лично считаю, это показывает и недоработку нашей украинской дипломатии, потому что мы должны, как Украина, в научно-исследовательских центрах и так называемых зигзанках, в фабриках мысли Соединенных Штатов Америки, создавать свои позиции, внедрять туда наших специалистов, экспертов, которые бы объясняли западным исследователям и ученым всю опасность этой Четвертой мировой гибридной войны, агрессии России, необходимости ревизии санкционной политики, потому что мы видим, что санкции, они неэффективны, поскольку часть санкций легко обходятся, другие действия, которые не обходятся, но они неэффективны, потому что неполны, и существует еще, опять-таки, ряд критериев, которые может квалифицировать то, что санкции неэффективны, но мы же видим, кстати, неэффективные санкции, их определяем, потому что агрессор фактически втрое нарастил свой ВПК, сейчас все предприятия работают на войну, и я уже неоднократно говорил, в случае на вашем канале, что в дроновом и в ракетном вооружении агрессор может восстановить свои потери, но, конечно же, не по состоянию на 24 февраля 2022 года, потому что тогда было бы в ситуации, у агрессора было больше ракет, и у количества, конечно, он не установлен, но у агрессора уже в марте будет до 2024 года достаточное количество крылатых и баллистических ракет, и агрессор также изготовит достаточное количество отличных дронов, типа ланцет и шахеда, которые как в глубоком тылу, так и на линии обороны для нас, для вооруженных сил Украины, не несут значительную опасность. И в этой связи я еще раз повторю, я лично считаю, что нам нужно в Украине и всем диаспорам, вот неважно даже, сейчас не нужно говорить, там украинская диаспора, белорусская или российская, понимаете, расшизм и, точно, российский фашизм, это абсолютное зло. И с ним нужно бороться, ну, всем вообще, то есть долг каждому человеку в мире, любого человека в мире нормального, здравомыслящего, сознательного бороться с российским фашизмом. Потому что я уже неоднократно на вашем канале говорил, на других каналах о том, что российский фашизм это кристальное зло. И поэтому с ним должны бороться вообще все люди мира. Но мы еще, со стороны Украины, конечно же, в определенном плане время доказываем и преступления российского фашизма, и ту экзистенциальную угрозу и опасность, которая несет для всего человечества, она в том числе лежит на нас. Поэтому мы просто должны действовать более активно, работать с западными политиками. И вот, кстати, я хочу еще в пользу случаем такой вопрос ответить. Здесь некоторые ругают президента Украины Владимира Зеленского. Ну как это так? Такой исторический момент решает судьба Украины. И вот он не явился на заседании парламента Соединенных Штатов Америки по поводу выделения Украины военные нужды. Так вот, и что я хочу сказать. Я лично считаю, что президент Украины поступил абсолютно корректно, потому что он не стал присутствовать при внутренних разборах. Потому что, да, действительно, на этом заседании решается и продолжает решаться судьба Украины. Еще я повторяю, что действительно, это абсолютно правильно, что многие эксперты из Питера называют это судьбоносным парламентским заседанием парламента Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, это внутренняя борьба. И потом же те... Понятно, мы же должны прекрасно понимать, что на Западе и российская агентура существует в лице того же Дмитрия Сеймса, Томаса Грэма, Каас, Купчана и так далее. Я неоднократно эти фамилии называл. Ну, я просто к тому, чтобы вы понимали, сколько у самого коллективного Запада и у нас, в Украине, в том числе, имеется откровенных, подклютых врагов. Они бы потом сказали, ну, слушайте, ну, это Зеленский, бедный, попрошайничает. Он встревает во внутренние дела, во внутренние разборки этих самых демократов и республиканцев. Ну, поймите. А так, конечно, он абсолютно укорректно обошел этот момент их споров. Но, все-таки, мы должны сказать и следующее. Что если американцы уже несколько миллиардов долларов вложили в оборону Украины, уже еще оттают. Из своих средств они уже эти деньги сюда вложили. Несколько миллиардов долларов. Не так много, но, тем не менее, они вложили. И у них в данном случае не будет обратки. То есть это не Афганистан, где они вложили, а потом что-то им не понравилось. Они испугались, резко убежали, кинули своих союзников. Тут ситуация немножко в другом. Потому что в Афганистане там было понятно, что талибы хотят захватить Афганистан. Ну, и частично они представляют военную угрозу для Таджикистана. Таджикистан, ну, ни в коем случае не в сфере внешнеполитических интересов Соединенных Штатов Америки. Таджикистан сейчас находится в сфере внешнеполитических интересов Китая. И Китай там, в общем-то, имеет неформальные гарантии правительства Таджикистана, которые мне не нравятся. Оно абсолютно красное, коррумпированное, гнилое. Но, тем не менее, Китай им гарантирует территориальную ценность и ненападение со стороны талибов. А тут западная цивилизация. И Соединенные Штаты Америки как раз понимают, что если пойдет Украина... Кстати, президент США Джо Байден, вот он, смотрите, выступая в Конгрессе США перед конгрессменами, он абсолютно правильно сказал, что если пойдет Украина, то Питин сходно нападет на страны коллективного закона. Он повторил мои слова, которые я, ну, по меньшей мере, наверное, повторяю с 2016 года точно. Видите, у меня же там фильм. Вот я об этом еще раз повторюсь. Я говорю с 2016 года. О том, что Путин не остановится Украиной. Что ему нужна и вся Украина, и вся Европа, и конца у российской агрессии нет. Вы понимаете, ему бессмертно. Он бессмертно, если закладит. Вот. И поэтому в этой связи, конечно же, Соединенные Штаты Америки, они будут полагать Украине. Но, к величайшему сожалению, опять, вот мы сейчас подходим к коренной проблеме. В чем же коренная проблема? Коренная проблема заключается, опять-таки, в том, что Соединенные Штаты Америки не выполнили то, о чем я сказал. Не приняли в Америке данные документы. А почему не приняли? Потому что у них внешнеполитический курс, как я это называю, выдержан пророссийск. Поскольку они выдержан пророссийск. А если бы они Соединенные Штаты Америки назвали администрации Белого дома вещи своими именами, то им тогда бы не пришлось бы выдержать пророссийск. Они бы взяли бы четкий проамериканский, проевропейский, проукраинский. Вот и все. А так получается чехарда. Но, тем не менее, нам именно сейчас, в сложившейся ситуации, усиливая лобби на Западе, нужно фактически создавать с нуля наш оборонно-промышленный комплекс. А еще лучше сделать так, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс был интегрирован с оборонно-промышленным комплексом стран Восточной и Центральной Европы. Потому что эти страны, они также являются потенциальными жертвами России. Скажем, страны Балтии и Польши и Словакии. Ну, несмотря на то, что там было Словакии и Фийцы, говорят, не только, что он популист, и к нему относится, что это очень такой поверхностный и абсолютно маргинальный политик. Поэтому еще раз повторю, что наша задача в свете тенденций, которые для Украины сейчас складываются откровенно, не очень хорошо. И темные времена, они начались с 1 ноября. Как я уже об этом в своем интервью говорил, на Кипрс-Дельнёс на вашем канале, на других каналах. И они будут продолжаться, как минимум, до лета 2024 года. И где-то, наверное, мы можем почувствовать, понять военный перелом, который может произойти. Но, опять-таки, не статистический перелом, а, скорее всего, на оперативно-тактическом уровне. Это летом, или даже, возможно, в конце лета, в 2008-м, а в Украине уже будут самолеты F-16, достаточное количество хотя бы этих, но уже язык не поворачивается, о них говорить, ракет Атакамс, ну и прочих различных видов вооружений. Ну и плюс, соответственно, в РФ, бум, тому времени, ну, вероятность небольшая, но вполне возможно сценарий пригожен 2-0. Вот теперь вот я еще хочу спросить. Ведь Америка и Англия подписали бутапешкин меморандум, и они обязаны помогать Украине. Ну, помощь идет, да, огромное им спасибо, конечно. Но пророссийское лобби тормозит. Вот есть ли у Украины шанс нейтрализовать именно пророссийское лобби? Не самих вот американцев, а вот пророссийских разведчиков, можно как сказать, кто они там считаются кем. Есть ли возможность не только в Америке, но и на всем Западе нейтрализовать? Потому что сейчас образуются целые партии. Партия, альтернатива для Германии, это немецкая партия. Это целиком пророссийская. В Польше есть такая партия, в Америке есть такая партия. Вот есть ли возможность как-то на это повлиять? Ну, смотрите, да, давайте, наверное, начнем с Польши сразу. В Польше, насколько я понимаю, вот сейчас-то таких партий нет. Есть какие-то популисты, есть, по всей видимости, агенты, заброшенные в эти политические партии, которые пытаются перехватить повестку дня и наполнить ее таким содержанием, которое выгодно Кремлю. Но стоит отметить, что Польша летом 2023 года приняла законы, я считаю, очень важные. И мы вот тут у поляков, у Польши должны учиться, внимательно рассмотреть польский опыт и, возможно, принять эти нормы, которых нам в Украине здесь не хватает, о запрете вмешательства в свои внутренние дела со стороны России. Я считаю, это очень хороший, правильный и своевременный закон. Что касается Германии, в Германии ситуация ужаса. Российская агентура, там действует целый агентурный аппарат Российской Федерации под названием АФД, альтернатива для Германии. Еще раз повторюсь, что это никакая не альтернатива для Германии, это агентурный на юридическом языке, если называть веществами нами, это агентурный аппарат Российской Федерации. Это враги. Далее, что касается Великобритании. Ну, в Великобритании множество действует российских шпионов. И в первую очередь, это подкрыльщики, которые действуют через посольство, начиная от посла России, это самое главное, я считаю, шпион, посол России в Великобритании, российское посольство, консульство, потом различные российские дома, культуры и науки, рассотрудничество, как мы называем на нашем языке, Росвредительство и различные русские центры. То есть, все это крыши для ведения подрывной деятельности, прикрытия для ведения подрывной деятельности Москвы против Великобритании. Почему крыши? Потому что все эти учреждения, и в том числе и персонал, они подпадают под Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. То есть, это вот такие учреждения, которые пользуются международным имитетом, что дает возможность под прикрытием статуса дипломатов этим лицам осуществлять шпионаж, проводить активные мероприятия, то есть, различные компании по виванию клины, декомпрометации, дискредитации и так далее. То есть, просто гадить, гадить, еще раз гадить. Теперь, в политической среде Великобритании я особо не вижу там таких продажных политиков, как, например, которые были и в Украине, и в других странах, которые, ну, в отличие от той же самой Германии, которые бы откровенно работали в Москве. Что касается Соединенных Штатов Америки, в Соединенных Штатах, в США, нисколько сама влияет московская агентура, по большей части, ну, там, как есть, я говорю, такие, как Томас Грейл, потом Дмитрий Саимс, еще, который с конца 70-х годов был заброшен в Соединенные Штаты Америки под легендой того, что он правозащитник и преследовался советскими властями. Но там еще действуют такие полезные диоды, как ХАС, Кубчан, их нельзя, мне представляется, назвать московскими агентами, не потому, что это бывшие высокопоставленные чиновники администрации бывшего президента США Барак Обам. И, опять-таки, смотрите, а кто может из американских экспертов и политиков, а также журналистов быть завербован в Москве? Зайдите, пожалуйста, конечно, я не на правах рекламы на агрессора, но вот зайдите, например, есть такой сайт «Совет по международным делам», РСМД, который возглавляет бывший министр иностранных дел РФ Иванов. Или тот же самый «Валда» из сайта «Вадарского клуба», сайта «Сборского клуба». Вот те американские политики, эксперты, журналисты, кто принимает участие в данных в Киеве, тут существует 99% вероятность того, что они завербованы были Москвой и отрабатывают деньги Москвы. Но, к величайшему сожалению, опять-таки, мы можем апеллировать к статье Сергея Плохих, это канадский ученый-историк украинского происхождения, в котором он указал, что сначала 75% американских политиков и экспертов утверждали, что Путин на Украину не нападет, полномасштабное вторжение не будет. Потом, когда случилось полномасштабное вторжение, они с точностью российской пропагандой стали повторять, что Киев падет за три дня. Потом, когда Киев за три дня не пал, они с точностью российской пропагандой стали повторять слова, что не нужно Украине на территории вооружения, потому что вы таким образом взлите Путина И у Путина якобы есть красные линии, правда они не указали, где и в чем эти красные линии заключаются, что он будет эскалировать конфликт, как они пишут, конфликт, если вы будете в Украине помогать. Да, к сожалению, на Западе огромное количество среди экспертов и профессоров и политиков откровенно слабоумных людей. Омное количество. А у Украины есть шанс как-то преодолеть вот это лобби? Конечно, да. Я думаю, сейчас в разгар предвыборной кампании российской сможет быть. И мне представляется, если Украина начнет активно работать с законодателями, с парламентариями Соединенных Штатов и представителями администрации Белого дома. Плюс еще важна народная дипломатия, кстати, то изобретение, которое придумал Генри Кисов. Но опять-таки его направлять не на подрывную деятельность, чем занимается Москва, взяв примерские суды, а именно на лоббирование, усиление своих позиций везде, где только можно. Преимущественно, конечно, в зигзагах и всяких фабриках мыслей, на которые ориентируется Белый дом и Конгресс США и прочие различные американские правительственные институции. Ну, конечно же, тогда существует очень высокая доля вероятности того, что курс на выдерживание пророссийства со стороны администрации президента США будет сломан. Но еще одно то, что это очень большая, это очень большая системная и кропотливая работа. Потому что я же почему выступаю на форуме «Пост России» в качестве спикера, потому что я вижу, как иностранцы воспринимают иностранные политики, в частности эксперты, то, что происходит в России. Они Россию практически вообще не знают, это видно. И вот я как раз и езжу на эти форумы и внушаю важную мысль о том, что дайте же эту войну проиграть русскому, посмотрите на этих русских. Конечно, это же вот как конченая пьяница наркомана, пока вот алкоголик пьет, 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 до тех пор, пока сдох. То же самое наркоман полится, до тех пор, пока сдох. Так же и русские. Они будут воевать эту Россию, убивать, а в Украину и коллективный Запад, до тех пор, пока она не распадется и не прекратит свое существование. Поэтому дайте, если русские хотят проиграть, они же вам скучатся, долбятся, но дайте им возможность проиграть эту войну, и все будет нормально. Как вы думаете, вот сейчас в городах Европы и Америки проходят митинги, митинги за Украину, они как-то влияют на общественное мнение и на политику этих стран? Безусловно, влияют, да. Они очень хороши тем, что не дают возможность забыть Украину, и это очень важно. Я объясню, в чем ваша техника. Дело в том, что жители стран коллективного Запада преимущественно, я же там часто бываю и с ними общаюсь, я вижу их настроение. Они не чувствуют той боли и тех ужасов, тягот и лишений войны, которые мы чувствуем здесь, в Украине. Они не знают Россию, они не понимают, что они могут быть после Украины следующими. И поэтому такие митинги, это и есть напоминание о том, что идет война, страдают люди, что эта война несет опасности только для Украины, а для всего коллективного Запада, что мы находимся в единой взаимосвязи, одна причинно-следственная связь. Если, не дай бог, проиграет Украина, все, вы будете следующими жертвами. И что важно еще донести до коллективного Запада. Для России, как мы видим, 300 тысяч положить людей, граждан России, в качестве пущенного места, это вообще ничего. И вот если бы тогда, 24 февраля, Путин эти бы 300 тысяч направил не на Украину, а на Берлин, то Берлин, даже сам министр обороны Германии сказал, они бы более двух суток не выдержали российскую агрессию и вынуждены были перед Москвой капитулей. Путин мог уже до конца февраля 2022 года полностью заплатить Германию. Еще раз повторяю. И поэтому мы должны ездить и напоминать правительству стран коллективного Запада, что идет война, помогите Украине всем, чем можно, чтобы Украина победила у себя на своих территориях, прежде чем эта война придет к вам в ваши даты. Остается только надеяться, что правящие элиты стран Запада наконец-то поймут, что пока Украина стоит щитом между их спокойной и сытой жизнью и бешеной ордой с Востока. Но если это не выдержат, то не выдержат все страны. Это уже точно. Скорее всего, это какая-то некая западная коллективная идиотия. Потому что они это, опять-таки, я сужу под действием стран коллективного Запада. Они поднимают это только наполовину. Те же самые директоры ЦРУ Уильям Бернс и помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Саллин. Они же еще год назад придумали эту формулу о непоражении Украины. Мы не дадим, чтобы Украина потерпела поражение. Дальше. Президент США Джо Байден неоднократно говорил, что мы будем с Украиной столько, сколько этого потребуется. То есть не говорится еще о победе. Не обозначается победа Украины. И, что самое важное, республиканцы еще несколько месяцев назад, точнее этого года, они потребовали от администрации Белого дома предоставить план победы Украины. Сказать, ну слушайте, ребят, сколько мы голосуем за выделение финансов на оказание Украине военной помощи. А сколько эта помощь еще будет оказывать? Скажите, план вашей победы. Сколько нужно выделить денежных средств и как, и прочих различных военных ресурсов для того, чтобы Украина победила? У президента Соединенных Штатов Америки действующего такого плана нет. Потому что если бы у него был такой план, то он бы нарушил действующий план президента Соединенных Штатов Америки. Выделить про Россию. А Джо Байден себе, к сожалению, такого позволить не может. И я, кстати, неоднократно говорил еще, по-моему, до начала полумасштабных торжеств о том, как нужно помогать Украине. Я являюсь действительно в Украине одним из основных лоббистов предоставления Украине статуса. Основного военного союзника США вне НАТО, ОСВН, где практически он предоставляет те же самые военные и военно-технические возможности для страны, его обладающих, как и для члена НАТО. Ну, за исключением, конечно же, реализации права на коллективную самоборону, запрепленную в статье 5-й Северно-технического договора. И поэтому, если бы Соединенные Штаты Америки еще до полумасштабных торжеств пристроили бы Украине премиум до ступени в НАТО, статус основного военного союзника США вне НАТО, передали бы Украине тех видов вооружения и их объем, которые ей не хватает для того, чтобы обеспечить паритет вооружения со страной агрессорными оккупантами, то тогда, я так полагаю, что вероятность полумасштабного торжения Москвы в Украину в конце февраля 2024 года была бы равна как минимум 20%, но не более 30%. Все понятно. Я так думаю, и так думают все, что если бы сразу много дали помощи, и самолеты, и артиллерия, то война бы уже закончилась. К сожалению, почему-то они не хотят. Почему? Как вы думаете? Ну, я уже об этом сказал, потому что в силу, скорее всего, во-первых, умственную убогость и откровенная недоразвитость, потому что они Россию не изучают. И, во-вторых, то, что вот это как раз их неумственная убогость, она породила такой курс на выдерживание по-российски. Вот и все. Не выдерживают просто по-российски. То есть хотят, чтобы ситуация оставалась статус-фу. И они в своей формулировке «не поражение Украины» подразумевают именно «не поражение России». То есть они просто боятся распада России, что если Украина победит и выйдет границей в 1991 году, то Россия им распадится. Да, я согласен, 99%. Да, даю гарантию того, что если Украина выйдет границей в 1991 году, Россия, с границей в 99% не останется в своих границах. Они поэтому просто боятся. Ну, и нужно, я говорю, нам информационной работе их посвящать, развивать у них подобного рода страхи. Ну, а о маниакальных страхах Запада перед развалом России мы поговорим на следующей нашей встрече. До свидания. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова